Всем привет! Сегодня посмотрим очень быстро и коротко на такую интересную стандартную функцию как CallOnce. CallOnce как бы призвана эта функция вызывать некий объект один раз, даже если это будет запущено мгновенно, ну можно так сказать, с нескольких потоков. То есть гарантируется, что данный объект, в данном случае эта функция, будет вызвана всего лишь один раз. Но для YetGo, конечно же, надо нам делать вот так вот. Объявить статический объект, flag, std.once.flag. Вот тут какая-то структура, тут есть, смотреть не будем. Вот, дальше вызвать CallOnce. Какие параметры принимает? Ну, первое это flag, вот этот флаг, вот этот объект. Дальше принимает функцию, а дальше параметры, если есть у функции параметры. В данном случае, как я думаю вы понимаете, функция должна быть статическая. Ну, если это функция член класса, вот, либо же обычная функция, если она не относится ни к какому классу. Вот, если параметров нету, это опускается. Если есть параметры, то через запятую идут. Вот, то есть раньше, смотрите, один из способов тоже был вот такой. И он тоже вроде как бы работал. То есть, static, bull, b, к примеру, false. Вот, дальше, дальше было вот такой. Если не b, то мы могли вызывать и нет. Вот, типа такого. Ну, давайте запустим сначала e, то. Ах, да, да, да. Вот так вот надо было сделать. И дальше b равно true. И мы запускаем старый вариант. И, как вы видите, почему-то у нас произошло два вызова. Давайте я запущу еще раз. А знаете почему? Потому что, потому что надо было сразу сделать вот так вот. И здесь, по идее, один вызов будет. Но, как вы видите, строчек больше. Допустил небольшую ошибку. И, в принципе, вроде бы запускается один раз. Ну, что произошло? Произошло то, что в предыдущем варианте. Один поток сюда зашел, второй зашел. Потом какой-то из них выставил флажок. Ну, а третий, четвертый, пятый потоки уже сюда не зашли. Вот я запускаю потоки. Вот, то есть, раньше обходились так. И, в принципе, сейчас тоже можно так обходиться. Вот таким способом. Но гораздо элегантнее делать это с помощью средства языка. И эти средства есть. Поэтому, если вам что-то нужно, нужно вызвать какую-то функцию один раз. И при этом иметь гарантию, что она вызывается всего лишь один раз. Даже если много потоков запущено. И много потоков пытаются создать объект этого типа. Ну, или что-то вроде того. В данном случае, это эмуляция какой-то, к примеру, C-шной библиотеки. Ну, либо же C++ библиотеки. Инициализация которой, к примеру, может происходить, ну, обычно. Только один раз. То есть, нельзя библиотеку в одном процессе, к примеру, проинициализировать 15 раз. Достаточно одного раза. И это будет правильно. Соответственно, для этого можно где-то в каком-то описать какую-то функцию. Назвать ее init.library.once. Чтобы было понятно другим разработчикам и вам, ну, которые будут просматривать код, что эта функция делает, для чего она. И, соответственно, воспользоваться вот такой записью. И ваша функция, а дальше, так как мы говорим про какую-то некую абстрактную библиотеку, которая есть где-то там, то она пронициализируется всего лишь один раз. Вот. Поэтому пользуйтесь. Функция call.once. Она гарантирует еще раз, что будет вызвана функция всего лишь один раз. Даже если много потока. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok